Парк Дружбы Народов Парк Дружбы Народов Мы понимаем, что у нас с содержанием территории просто беда. Реальная беда. И мы серьезно об этом говорим, что это проблема. И мы, когда с Дмитрием Александровичем обсуждали, тоже по поручению Сергея Ивановича, сейчас готовим отдельную подпрограмму по содержанию территории. И нам нужно будет выработать те механизмы покупки механизированных средств. К этой теме губернатор привлек особое внимание. С выводом вице-премьера глава области полностью согласен. Губернатор обратил внимание на то, что на первых этажах жилых зданий продолжают открываться магазины и офисы. Зачастую это делается в нарушении действующего законодательства. Наши административно-честничные инспекции, их надо забирать из такого бесхозного состояния и централизовывать, чтобы они начали работать. Я не поленился, посмотрел законодательство и понимаю, что человек, который наплевал на всех и начал делать с выходом на улицу, которую мы приводим в идеальное состояние, сплошь и рядом нарушает действующее российское законодательство. И никто. Не выписывает протоколы. Никто. Никто. Особой критики подверг сети Митровград, засрыв темпу благоустроительных работ. Это касается в первую очередь парка Дубовой Рощи, где реконструкт идет крайне медленно. Есть претензии у губернатора по качеству проводимых работ. Кроме того, на территории парка много мусора. Сергей Морозов привел в пример Сенгелеевский район, где с благоустройством дела обстоят значительно лучше. В этом году свалка огромная, огромная котельная стояла. Квартальная, огромная котельная, кроме всей свалки стояла. Квартальную котельную снесли. Мазут весь вывезли. Сарай снесли. Сарай снесли. В Ульяновске, так сказать, месяца полтора-два пытаются в одном месте сарай снести, не можем. Все руки разводят. Говорят, нельзя. Вот тут вот чего-то там. Там сарай снесли, мало того, что снесли, еще и новый начал им там делать, там в другом месте, чтобы людей не было обид. И построил такой парк. Ничего себе. Было объявлено создание Управления архитектуры, благоустройства земельных отношений, в состав которого войдет ряд строительных ведомств. Также в новое управление вливается часть структуры из Департамента имущественных отношений. Первый зампред правительства Андрей Тюрин объяснил, что это даст региону. Во-первых, сегодня очень много несостыковки в организации выдачи разрешения на строительство. Человек, обратившийся или организация, может потратить месяц и получить отказ. Сейчас этого больше происходить не будет, так как в одном окне будет объединена структура, которая ведает землей, структура, которая определяет возможности строительства того или иного объекта на территории Ульяновской области. Продолжая тему благоустройства, губернатор поручил выработать в регионе грамотный подход к озеленению. По словам Сергея Морозова, эта работа ведется плохо во всех муниципальных образованиях. Для региона должен быть выработан путь комплексного подхода к озеленению и сохранения зеленых насаждений в городах и селах. Будем использовать наилучшие практики, в том числе практики содержания насаждений в столице. Я много лет общаюсь с Антоном Кульбачевским, с руководителем комитета по охране окружающей среды города Москвы и знаком со всеми наработками и с программами, с продуктами именно опытом Москвы. Поэтому, объединив все лучшие практики, весь опыт, мы все-таки пойдем своим путем. В областном центре Димитровграде будет изучено состояние всех крупных и старых деревьев. По предложению общественности, во втором по величине городе региона создадут городе линхоз. Он будет заведовать всей работой, связанной с озеленением и содержанием зеленых насаждений. Запущен будет и еще один конкурс, который напрямую связан с благоустройством населенных пунктов области. Селы и города региона с большим историческим прошлым могут претендовать на получение средств из бюджета. У нас огромное количество населенных пунктов, которые там начинаешь смотреть, там, 14-й, 15-й, 16-й век. Они сейчас, слава богу, живут, 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 и грех им не помочь. Они сельские районы, сельские населенные пункты, прошу прощения. Вы это слышали? Слышали. Так я вот хочу сказать о том, что вот мы в течение месяца это все уже официально объявим. Только три населенных пункта будут претендовать на это. Корсун, Сурска, Синделей. Все остальные глухонемые. Все остальные глухонемые. Все остальные не подпадают и не суетятся. Губернатор призвал глав администрации районов активнее принимать участие в этом конкурсе. Тем более, что проходить он будет также на федеральном уровне. И попасть в список исторических поселений могут многие населенные пункты Ульяновской области. От благоустройства пришли к подготовке к топительному сезону. Работы в этом направлении вышли на финишную прямую. До 21 сентября 2018 года все обязаны завершить подготовку всех систем теплоснабжения. 24 числа, соответственно, данному распоряжению уже должна начаться циркуляция воды в системе. С 25 сентября все социальные объекты должны быть подключены в систему теплоснабжения. В заключение аппаратного совещания губернатор снова вернулся к вопросам благоустройства и выступил с поручением пересмотреть систему контроля за проводимыми работами. Она должна стать значительно жестче и давать больший результат. Егор Цитов, Новости дня, Ульяновская правда.